привет друзья вы на канале мы из краснодара меня зовут кирюха пьем сегодня что limoncello по итальянскому рецепту замороженная синдюр тянется цвет какой до желтый желтый пьется на мороженое и желательно шоколадка или шоколадной конфеткой у меня в данном случае шоколадка пробуем запах прямо лимон лимон очень ярко выраженный лимон и ну есть конечно такой спиртовой настой с шоколадом изумительным ну а как это готовится прямо сейчас смотрите всем привет не обращайте внимание на задний фон мы только переехали еще ремонт не сделан так или иначе короче я значит я замутил 5 литров спирта 96 процентного до 98 96 по моему в нем ариометр прямо тонет просто бомба решила сделать limoncello пересмотрел кучу видеороликов кучу всего прочитал и нашел один рецепт прямо старинный старинный как итальянцы делают попросил чтобы мне купили лимонов килограмм лимона мне принесли вчера и сегодня будем делать а именно сейчас давайте показываю что для этого надо ничего сложного единственное только это долго порядка где-то двух недель у нас это будет все стоять но это ладно до этого дойдем все давайте начинаем и итак первый этап это самый главный у нас это лимон на чем у нас будет настаиваться точнее его цедра цветом сейчас покажу как чистить дальше эта банка я взял 18 литра туда у нас зальется 1 литр чистого спирта ну и тарелочка которую будет цедра вот это вот терочка такая стандарт можете ножиком у кого я нету ну очень все погнали буквально пять минут времени мне понадобилось чтобы освободить лимона от цедра видите они такие прямо сделано ну и сами лимончики мы пока не выкидываем они нам еще пригодятся потом для другого а вот цедра все сейчас берем пересыпаем это в банку и заливаем спиртягой дальше расскажу еще небольшое отступление лимоны надо купить беспонтовые такие поняли которые толстокожие которые для чая ни о чем такие подходят а вот именно вот они толстые кожи у которых вот они самые нормальные будут эти брать если крутые какие-то тоненько кожицы но вы станете с не цедру счищать продолжаем так ну все в банку мы сыпали нашу цедру после переезда короче вся мерная тара у меня разбилась какая-то там там осталось поэтому я взял пол-литровые пивные кружки и их сейчас переливаю в эту баночку так ну вот смотрите получилось как такая вот штука я закрыл банкой плотно-плотно и вот это сейчас баночку мы убираем в шкаф куда-нибудь в темное место дней на десять и хотя бы каждые два дня лучше каждый день ее взбалтывать с чищенными лимонами с такими можно сделать следующее это сделать лимонад хотя в лимонад должна идти корка лимона тоже но нас и не будет но тем не менее лимонад получится тоже не менее вкусный дальше как делает у меня жена она берет нарезает еще их дольками сверху в сахар потом еще дольки слоями все это делает и в холодильник в холодильнике это лежит очень долго и потом по мере необходимости достает и бросает там в чаек или в кофе и очень долго можно этим пользоваться в общем то все теперь уже точно сказал то что должен был и встречаемся через 10 дней всем привет прошло 12 дней сейчас покажу что получилось на свое напиток сильно окрасился желтый 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 такой сейчас делаем следующее заливаем в кастрюлю 1 и 2 литра воды высыпаем туда порядка 700 грамм сахара ну и делаем сахарный сироп думаю все умеют его делать да ну вот смотрите примерно 65 градусов показывает до 60 сейчас она остановится когда можно будет туда закидывать наши корки так интересно корки задубели и стали почти белые ну в общем так или иначе мышцы берем сюда скидываем накрываем крышкой и забываем об этом на час прошел час теперь мы фильтруем убираем все корки из нашего сиропа и сиропчик переливаем уже непосредственно в наш настой вот такой цвет получился сейчас даем отдохнуть хотя бы дня 34 дальше в морозилку ну и все употребляем пока